Привет, я Женя, а это трейлер к фильму «Призрак в доспехах» в главной роли, как вы уже догадались, Скарлетт Йоханссон. Ты первая в своем роде, но помни, что не бессмертная. В следующий раз усовершенствуй меня. И пока все обсуждают премьеру, у нас есть новости поинтереснее, так что оставайтесь со мной и узнаете. Как улететь на Марс прямо с Манхэттена? С каким смартфоном лучше всего использовать дополненную реальность? И почему виртуальному шлему HTC Vive больше не нужны провода? На радость всем поклонникам виртуальной реальности шлем HTC Vive обзаведется специальным устройством, которое позволит ему работать без надоедливых проводов. Что это за чудо-штуковина? Смотрите далее. Сделали шлем беспроводным разработчики из компании T-Picav. С помощью специального модуля любимый Vive теперь имеет встроенный аккумулятор и подключается к компьютеру без раздражающих кабелей. Это позволяет сделать процесс игры более свободным и сводит к минимуму риск запутаться в проводах. Особенно заинтересовались устройством владельцы аттракционов HTC Vive. Клиенты часто отрывают провода от шлемов, но теперь эта проблема не актуальна. Зато в шлеме можно взять и убежать. Стоимость устройства примерно 220 долларов США и оно уже доступно для предзаказа. Первые поставки аксессуара намечены на начало 2017 года. Беспроводной шлем – это, конечно, хорошо. Риск упасть и разбить нос сведен к минимуму. Кстати, о здоровье. В сети появилась информация, что виртуальные шлемы опасны для глаз и передают всякие заразные бяки. Мы решили выяснить, так ли это на самом деле. Пользователь YouTube DriftTor выложил в сеть переписку с несколькими разработчиками игр, один из которых якобы подцепил глазной герпес после виртуальной игры. Это вызвало настоящую панику среди любителей VR-аттракционов. Многие даже перестали ходить в подобные заведения. А зря. Все это оказалось провокацией. Офтальмологи подтвердили, что глазной герпес так просто не подхватишь. Максимум, если шлем не проходит гигиеническую обработку, могут возникнуть незначительные проблемы с кожей в виде раздражения. К тому же в нормальных клубах за этим следят, существуют даже сменные подкладки на шлемы и специальные жидкости для дезинфекции. Кстати, свой личный виртуальный шлем тоже необходимо держать в чистоте. Могут не переживать за свои глазки и посетители виртуального аттракциона в Нью-Йорке, который открыл телеканал National Geographic. Он посвящен Красной планете и позволит улететь на Марс прямо с Манхэттена. Аттракцион называется Mars Experience и приурочен к запуску сериала Mars на телеканале. VR-развлечение от National Geographic — это многокупольное сооружение, в котором находятся и настоящие, и виртуальные экспонаты, посвященные Марсу. Так, на платформе Oculus Rift создатели запустили 90-секундный экспириенс в стиле американских горок по Марсу. На другом VR-аттракционе в велотренажере можно почувствовать низкую гравитацию. Это достигается при помощи специальных штанов и очков Samsung Gear VR. За четыре дня существования виртуальной выставки ее посетило около 3500 человек. Ни один из них на зуб в глазах не жаловался. Безопасна для здоровья и дополненная реальность, поэтому компания Lenovo начинает поставки первого в мире смартфона со встроенной поддержкой Google Tango. Google Tango — это, естественно, не приложение для танца, а специальный проект для моделирования виртуальной реальности напрямую на смартфоне. Новый гаджет FAP2 Pro как раз заточен именно под эту технологию. Его встроенная система из двух камер, датчиков глубины и захвата движений сканирует трехмерное пространство с частотой 250 тысяч раз в секунду. Благодаря этому пользователь может на 100% использовать функционал дополненной реальности, а именно сканировать окружение, измерять расстояние, создавать 3D-модели, ну и, конечно же, играть в специализированные игры. На данный момент самая популярная из них — Towers for Tango, в которой вы управляете мегаполисом. Также интересно приложение Loft Vision для формирования интерьера помещений. Официальная цена смартфона с дополненной реальностью FAP2 Pro составляет 499 долларов США. А теперь новость для тех, кто сам разрабатывает приложения и игры. Их можно предложить порталу Steam Greenlight. Так на этой неделе зеленый цвет могут дать любительской хоррор игре Cradle of Links. Cradle of Links — это шутер от инди-разработчиков, созданный для шлема HTC Vive. В нем игрок оказывается в городе, который атаковала неизвестная инфекция, превратив жителей в кого, как вы думаете, правильно, в зомбарей монстров. Сюжет, ну, прям вообще не избит. Графика тоже впечатляет. Такую игру, в принципе, можно скачать, чтобы поржать. Ну, может, я не права, и кто-то оценит ее как шедевр. В общем, если вы можете сделать игру не хуже, смело предлагайте творение на Steam Greenlight. Авось возьмут на портал. И еще немного про игры. PlayStation VR опубликовала информацию о самых популярных виртуальных играх для консоли. Что ж, посмотрим, кто в топе. Бронза и в Европе, и в США досталась шутеру ужастику в стиле американских горок Until Dawn Rush of Blood. О нем мы уже не раз рассказывали, так что можете более подробно посмотреть об этой игре в других выпусках. Второе место в США получил дяденька Бэтмен в игре Batman Arkham VR. Он же схватил первое место в Европе. Зато здесь серебро у сборника игр PlayStation VR World. Ну и наконец, первое место в Америке совершенно неожиданно присвоили, вы даже не поверите в какой игре. Job Simulator. Видимо, в этой стране очень любят работать. Поэтому после работы приходят домой и опять работают виртуально. Это были все новости на сегодня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии и приходите к нам в клуб. Всем пока! Хочешь быть в курсе всех новинок в сфере виртуальной реальности и видеоигр? Кликай вот сюда и смотри больше интересных выпусков новостей от 3DWR. Субтитры сделал DimaTorzok